сегодня в программе удивительной красоты прески и витражи украшать внутренние из внутренние стены храма главный алтарь выполнен в барочном стиле а это кресло епископа кулинарный смак в итальянском городе альба не переключайтесь мы продолжаем 61 впереди у нас фернандо италия выигрывает у россии кулинарном поединке 7-1 нет я догоню кто хоть однажды видел италию тот никогда больше не будет несчастным так говорил гетте и мы с ним полностью согласны приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране где каждый уголок неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций уютные узкие улочки запах моря и свежеиспеченной пиццы приветливые лица прохожих роскошные палаццо и конечно богатая история приготовьтесь наше приключение по северу италии начинается в период расцвета римской империи это был важный стратегический и торговый центр в котором активно велось строительство в том числе и акведука для снабжения города водой а также канализационной сети центр исторического региона ланге в пьемонте второй по величине город в провинции куньо прекрасный и чарующий своей красотой и разнообразием город альба он лежит на правом берегу реки тонара в долине окруженные живописными холмами которые покрыты виноградниками итальянский город альба маленький и живописный славится узкими маленькими улочками и красивыми скверами передо мной площадь возрождения кстати сейчас открыт рынок где мы видим много народу которые покупают различные вещи и вон он забор святого лаврентия посмотрите какой потрясающий вид кстати город альба славится также 100 башнями которые размещены по всему периметру города сейчас их осталось немного вот кстати одни из них этот древний город сохранил свое средневековое очарование представьте себе до середины двадцатого столетия здесь не было промышленных предприятий а вот в 16 17 веках альба долгое время оставался предметом раздора между французами и испанцами пережил несколько землетрясений эпидемии чумы что привело к некоторому упадку который продолжался вплоть до 18 века расцвет искусства и литературы ознаменовал собой новый виток в жизни города была образована академия литературы построены новые здания больниц и церквей реконструкция и архитектурное обновление города началось в девятнадцатом веке по инициативе карло филича в двадцатом столетии в альбе с большим успехом начинают организовываться и различные ярмарки ярмарка трюфелей родившиеся в 1929 году праздники вина и сбора винограда способствовали укреплению местных традиций и распространению местных продуктов эти традиции активно поддерживаются и сейчас трюфели вино сладости в изобилии представлены на витринах альбы органично вписываются в средневековый пейзаж исторического центра сегодня нам предстоит попробовать себя в роли знатного шефа а пока вперед исследовать окрестности дома много раз перестраивали и реставрировали чтобы он сочетался с архитектурным стилем города на фасаде собора мы с вами видим фигуру силуэт святого лаврентия римского и четырех евангелистов что пойду попробуй пройти внутрь дома ди альба также известный как кафедральный собор сан лоренцо главная католическая церковь небольшого городка в пьемонте расположена на пьяце дома посреди булыжных мостовых самое первое строение на этом месте было возведено в пятом веке позднее на его руинах появилась романская церковь нынешнее здание из красного кирпича датируется первой половиной двенадцатого века вероятно она стоит на месте строений древнеримского периода следующая реставрация имела место в конце 15 века она проводилась по инициативе епископа андреа новелли который прибыл в альбу в 1484 году и нашел собор в крайне удручающем состоянии самая масштабная реставрация проводилась в 1652 спустя два столетия под руководством инженера эдуардо мелла был изменен внешний облик собора и внутренние декорации от оригинального строения до наших дней сохранились три портала и крипта достопримечательностью собора являются вырезанные из разных пород дерева вот эти сиденья для священнослужителей и певчат сделаны в 1512 году бернардино фасате удивительной красоты прески и витражи украшают внутренние внутренние стены храма главный алтарь выполнен в барочном стиле а это кресло епископа большая часть алтарных образов написано в 18 19 веках главный алтарь храма выполнен в барочном стиле также здесь хранится барельеф с изображением богоматери и младенца иоанна крестителя и иоанна богослова рядом с собором возвышается колокольня башне удалось сохранить некоторые элементы восходящие еще к двенадцатому столетию находясь внутри собора хочется задержать дыхание от великолепного бранства и благоговейной тишины которая наполняет стены храма как бы то ни было эти земли славятся не только богатейшим культурным и историческим наследием которые с особым старанием оберегается от разрушения и упадка но и бесспорно конечно едой гордость альбы еда небольшой городок прославился на весь мир благодаря изобретенной здесь шоколадной пасти нутелла и кое-чему посерьезней белому трюфелю которому посвящен грандиозный международный фестиваль кухня это сердце каждого дома сегодня мы с вами познакомимся с госпожой фернандой джамелло которая является одним из лучших шеф-поваров в городе альба кухня в италии это все я продолжаю изучать гастрономию северного пьемонта меня встречает фернандо джамелло фернандо бон джорно сеньо добрый день кирилл я рада вас видеть я буду готовить вместе с фернандо у нее дома я навелся к ней в гости хорошо фернандо я готов и с удовольствием последую за вами хорошо спасибо это не ресторан это ее частный дом и она пригласила меня в гости как это будет происходить вы увидите как говорит сама фернандо и ее кухня связана с традициями которые она изучила и усвоила с детства поскольку родилась в большой и очень гостеприимной семье двери ее дома всегда открыты для гостей а кухня для новых экспериментов эта мастерская где знание истории кухни соединяется с настоящей виртуозностью где можно попробовать новые блюда простые вкусные и здоровые и так я готов что мы будем делать сегодня мы начнем с петрушки чеснока перца возьмем желток вареного яйца анчоусы томатный соус который похож на кетчуп а в конце мы добавим сельдерей а также оливковое масло первого отжима и уксус это будет соус я правильно понимаю все это ингредиенты для да для соуса название которого звучит как банье это соус для салата или для мяса обычно мы используем его зимой для вареного мяса мы всегда едим его с мясом а сегодня мы будем есть его с хлебом с так называемой брускеттой хорошо начнем да вы будете использовать это вы знаете что это прекрасно вам нужно порезать петрушку а также измельчить чеснок перец и сельдерей я отрежу вам нужную часть вы уже можете начинать ну что же я беру штурвал свои руки кухонный штурвал и начну готовить готовить первые ингредиенты в нашем основном блюдо мы готовим национальное итальянское блюдо не так ли да она характерна для этой местности для региона ланге для севера италии да точно для пьемонта то без чего не обходится кухня провинции альба это анчоусы но в традиционных рецептах пьемонта нет обычной рыбы потому что нет и выхода к морю в этом помогает товарооборот с лигурии куда отправляются жители пьемонта чтобы продавать вино и пасту там они закупают оливковое масло соль и рыбу в которую используют во многих рецептах это и есть будущая начинка для наших равиоли далее мы сделаем небольшие крикеры с орехами вот они смотрите лежат у нас на столе помогите мне в этом мне очень нужна ваша помощь рукава по повыше что я сегодня основной повар фернандо мне в помощь или я и поэтому мы посмотрим по ходу программы кулинарный смак в итальянском городе альба не переключайтесь мы продолжаем кулинарные уроки с госпожой фернандой это приготовление свежей пасты по домашним рецептам что может быть лучше ведь фернандо потомственный кулинар как вы знаете паста по популярности является одним из мировых лидеров среди прочих блюд такую любовь и славу она завоевала прежде всего тем что ее очень легко приготовить существует много разных размеров и форм видов пасты в некоторые из них добавляют сок овощей и таким образом придают готовым изделиям дополнительный вкус и яркий цвет попробуйте рассказать кому-то о том что вы готовите домашнюю пасту сами и они посмотрят на вас как на кудесника даже не подозревая о том насколько прост процесс приготовления на практике мука несколько яиц соль все перемешать и готово впрочем смотрите сами и так не тратим время зря мы добавим сюда два яйца и также два желтка как это будет по-итальянски еще раз вот так да разбейте и добавьте туда поэтому умеем все же связано с крэш с крэш and put всегда люблю нарушать правила но вы знаете это для того чтобы было вкусно more test это миска для белка а как на итальянском будет яйцо вова и так уважаемых друзья особенно тех кто зовут вова это 1 2 2 вова вова и так вова на итальянском 2 яйца звучит как вова 2 владимира а сейчас вам нужно отделить белок желток в муку а белок вот сюда сейчас да возьмите желток хватит вова мне простительно потому что я готовлю впервые пасту домашних условиях а теперь мы будем делать пасту окей вот так необычное ощущение хорошенько перемешайте с мукой еще получше дело не хитрое но требует определенной сноровки основа пасты это мука идеально и считается из твердых сортов пшеницы именно такая мука даст наиболее шелковое тесто для пасты важно работать быстро и хорошо перемешивать ингредиенты чтобы получилось однородная масса вы используете скалку а я машинку это мы умеем она будет делать с помощью машины а я буду делать с помощью рук о это не пицца а эта машинка для посты наша семейная вся моя семья и моя мама и моя бабушка делали пасту именно таким образом вот такая интересная традиция это сложно все-таки пойду по пути фернанды и отдам ей машин на машинке я думаю так лучше теперь я понимаю почему фернандо настаивала на том что я использовал машинку что получилось вот такое вот тесто тонкое специально для пасты не для пиццы для пасты нужно иметь тонкое тесто с таким вот пиццами окей фернандо теперь я буду слушать только вас не мое мнение а только ваше а не вот это то что я накатал вот это я сделал вот это фернандо фернандо вот я беспроигрышный вариант домашнего обеда для тех кто любит работать с тестом и обожает итальянскую кухню домашняя паста покоряет одним лишь своим появлением на столе что касается начинки то здесь итальянцы предлагают самые разнообразные и смелые сочетания продуктов поскольку пьемонт славится своими сырами одни из самых известных костельманьо и горгонзола оба относятся к древним итальянским сырам костельманьо существовал уже в 13 веке и иногда служил денежным эквивалентом это острый полумягкий сыр из коровьего молока хорош к меду или вину если костельманьо это исключительно пьемонтский деликатес то горгонзолу производят еще и на родине в ломбардии молодая горгонзола имеет более нежный а созревшая более пикантный вкус ее режут и подают на десерт с хлебом или красным вином или наоборот на закуску а также добавляют в ризотто соусы и начинки для пасты если этих сыров наличии не оказалось на помощь всегда придет сыр пармезан куда же без него моя мама и бабушка готовили равиоли именно так сейчас мы идем по рецепту ее мамы я всегда делаю вот так вот так заворачиваем еще немного таким образом мы защипываем края у наших равиоли да я знаю я могу я мастер я покажу вам а потом вы сами и получается такие маленькие перемешки на нашем языке равиоли верно равиоли дель плин сейчас у нас получается итальянский равиоли кстати следующую партию буду делать исключительно я теперь ваша очередь ой это очень много я наблюдал внимательно как делала фернанда хорошо хорошо составит это окей потому как казалось мне фернанда по ее методике она говорит что мясо много классе надо достаточно немножко больше больше заворачивайте а вот опал можно так быть полностью максимально много так а теперь защипните края между кусочками начинки это будет моя интерпретация а вот что получилось у меня а потому что мы все разные и 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 Ага, вот что получилось у меня, вот такая вот целая, теперь мы делаем... Нет, 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 только один раз. Как вы понимаете, женщины в ланге очень сильные. Дорогие друзья, давайте оценим, у кого получились красивые рвиоли в моем исполнении или в исполнении Фернанды. У нее своя какая-то такая вот форма, у меня, мне кажется, чисто по-русски, с элементами итальянского дизайна. Все готово, сейчас будем пробовать. Ох, слюнки у меня прям текут. Да, и мы попробуем вместе. О, конечно. Это ваши, которые приготовили вы, а это мои. Может быть, нам поменяться? Я попробую ваши, а вы мои. Окей, я буду пробовать рвиоли, которые лепила Фернандо, она будет пробовать мои. Чин-чинь! Вкусно? Да, попробую мои. Вы славно потрудились, вы хороший повар. Мое произведение искусства. Ваше больше. Отличается только формой. По начинке и освещению одинаково. Мои чуть больше, Фернанды чуть меньше. Ну, здесь есть разница. Российский подход по приготовлению рвиоли и итальянский. Перфекто. Прекрасно. Хорошо, я забираю и ухожу. Буду пробовать дальше. О, прекрасно. Я дам вам рецепт, и вы приготовите их в России. Друзья, это вам неизвестная Италия. Пойду перекушу, потому что впереди меня ждут еще интересные места, которые я буду посещать в городе Альба, Италия. Вот это прогулка. Роскошный собор Дуома Ди Альба порадовал своей красотой и величием. А бесценный опыт приготовления пасты с Фернандой, которая поведала секреты кухни Пьемонта, можно смело применять на практике. Пасту готовить мы научились блестяще. Осталось добавить соус по вкусу и, вуаля, приятного аппетита. Собираем комплименты гостей. Но это далеко не все. В следующем выпуске мы отправимся в средневековый замок и примерим на себя роль настоящих рыцарей. А также посетим легендарную ярмарку трюфелей. Там точно есть на что посмотреть и что попробовать. Оставайтесь с нами. Неизвестная Италия ждет, чтобы открыться для вас. Италия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова